Привет, боец! Сегодня я тебе хочу показать 5 нокаутирующих фишек в разных ситуациях из турнира, прошедшего по Muay Thai, который я тебе покажу именно нокаут, какой был, и мы уже непосредственно будем его разбирать с точки зрения наработок и непосредственно применения таких фишек в бою тобой. Поехали! Итак, наша первая нокаутирующая фишечка, это когда тебя поджали в углу, твоя задача левой рукой взять бонгард, то есть вытянуть противника на левую руку, и отсюда с передней левой ножки, без перешага, без размножечки, без ничего, сразу пробить правый хайпинг. Для того, чтобы сделать этот удар, конечно, нужна хорошая растяжка, но он очень эффективный в таком плане. То есть дистанция прямой руки. Никто не ожидает удар ногой в голову. И когда я начинаю свой удар левой ногой, противник 100% будет думать, что это будет лоу-кик, так как с этой дистанцией, ну куда еще можно ударить, да? Ну максимум это печень. Он выставляет блок и отпускает ручку. А ты отсюда с короткой дистанцией подруге забрасываешь хайпинг в голову. И отсюда четко. Удар получится, конечно, не то, чтобы такой там, с корпусом прям, Но он будет такой хлесткий, больше, скажем, в карате, например, да? То есть ты прикрылся, оттянул от себя противника в аунгарде и сразу отсюда всадил в голову. Такая хорошая фишка. Итак, вторая фишечка. Так она, скажем, называется, подловить противника на самоуверенности. То есть идет, как на бойце, ты, например, бросил раз, два, три, три, а мы. Противник, когда разрывает дистанцию, да, после двоих ударов, или просто отходит, все, он почувствовал, что дистанцию разорвал. Очень часто бойцы опускают руки, чтобы их, скажем, отдохнуть, да? Он простоял в защите с поднятыми руками, забил плечи. И разрывав дистанцию, практически всегда опускают руки, очень часто еще раструшивают руки. И мы ловим этот момент на подскоке с левым боковым. То есть ситуация, раз, два, три, бросил, ап, и сразу отсюда я на выпаде с левой ногой хочу достать его левым боковым. Я ему не даю, я не останавливаюсь после своих прямых, а сразу иду в атаку с левым боковым. Раз, два, три, ап, и сюда добавляю боковой на подскок. То есть это мой момент словить его, когда он начинает отдыхать, скажем так, и расслаблять плечи. И еще раз. Так, 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 так. И сюда четко попадаем. Следующая наша фишечка, это после уклона противника. Очень часто в К1 бывает такая вещь, да, где боксеры, как бы и в ММА, когда такая есть постановка бокса. Когда прямого делают уклончик, то есть под ручку он уклон и смещается. Все, он сместился. Когда он сместился, он ручки подпускает для того, чтобы пойти в атаку. То есть тоже, особенно на поздних раундах, да, когда уже усталость накопилась, никто в контратакт сразу не идет. Делают уклончик, смещение и стараются отдохнуть, как бы посмотреть, что будет, продышаться. И это мой момент, опять-таки, словить его на вот этой уверенности. То есть он уходит, я смещаюсь и сразу ему хай-ки доставляют в голову. То есть он так смещается, разрывая дистанцию на такое расстояние, чтобы я рукой не достал, да, я рукой не достаю. Я стараюсь сразу ударить хай-киком. То есть вот этот момент, когда мы замешкались обои, да, то есть потому что то же самое можно сделать под правую руку. Углон, он сместился, он замешкался, мы переместились и хай-ки в голову. Вот задача словить на этой пышке. Итак, наша последняя фишечка, такая довольно сложная, скажем так. В чем у меня суть? В ударах ногой с разворота, я давал видео урок по этой теме, можешь в подсказках его найти. Суть такая, я работаю с противником и пробиваю ему ногой с разворота в корпус, то есть солнышко. И так на протяжении раунда мы работали, я его пробиваю. Делай таких 3-4, неважно, когда у меня есть возможность, я делаю этот удар. Он уже к ним готов, он уже понимает, что этот корпус делает сбивочки, выставляет блоки, прикрывается локтями. И когда я вижу, что уже ручки у него опускаются, я делаю свой удар и делаю его в голову. То есть притравливая 3-4 удара в корпус, когда он опускает ручки, бум, я уже работаю в голову. Очень такая опасная штучка, потому что в основном, когда работаю по корпусу, противник старается просто смещаться в сторону. Например, я бью, а он просто отходит в сторону, я работаю на воздухе. Но при этом он руки немножко опускает, потому что знает, что я промахнусь, а он уже дальше сможет и ногой доработать, и рукой. Но когда я делаю вертушку, он смещается в сторону, я его все равно четко достаю каткой в голову. Это тоже такой момент самоуверенности, скажем так, за который можно наказать. И еще раз, корпус работали, и есть момент, бум, работаем голову пяточкой или стопой. Подписывайся на канал, ставь лайк, делись видео с друзьями, и до встречи в следующих видео уроках. Субтитры сделал DimaTorzok